В 90-е годы прошедшего столетия, а именно начиная с 1993 года, началась новая деятельность по поводу задачи Уфтуна, которая исключалась в следующей. А предположим, что давайте мы будем рассматривать не обязательно ось симметричной тела, симметричное относительно вращения по отношению к вертикальному прямой, а какие угодно. Можно ли сделать лучше, чем сделан не тот? Оказывается, можно. Потом люди стали задавать вопросы. Предположим, что у нас тела не выпуклые, а будем рассматривать не обязательно выпуклые тела, а какие угодно. Можно ли таким способом сделать лучше? Оказывается, тоже можно. На самом деле, когда мы начинаем рассматривать не выпуклые тела, возникает опасность, что число отражений частиц тела будет не одно, а больше. Может быть, два отражения и больше. И тогда формула, которая написала, уже не имеет места. Она уже портится. Эта формула справедлива только когда имеется одно отражение. Но можно рассматривать такие невыпуклые тела, для которых все-таки еще есть одно отражение, и поэтому эта формула справедлива. Вот люди изучали такие вопросы и получили много новых результатов. А теперь давайте зададимся вопросом следующим. А можно ли придумать такое тело, которое летит сквозь космическую среду и не испытывает вообще никакого сопротивления? Вот такой вопрос, такая постановка вопроса кажется вообще абсурдным. Но на самом деле, вот в свете уже того, что сказано про невидимость, про невидимость, действительно можно такую форму придумать и построить. А это вопрос. На этот раз мы забудем про выпуклость, забудем про всего лишь одно отражение, забудем про все. И будем просто подбирать подходящую форму тела. Давайте рассмотрим пару треугольников, про которые я говорил, с которой я как раз начал лекцию. Вот такую пару треугольников. Мы знаем, что вот если мы на плоскости нарисуем пару треугольников, то луч, падающий сверху на одну сторону, пройдет по длинному 6 градусов, отразится на другую сторону и дальше пойдет вниз. Если эту пару треугольников интерпретировать как тело Ньютона, а вместо луча взять частицу, то частица падает, отражается, отражается еще раз и идет вниз. И что мы получили? Мы получили, что V и V' равны V' В какой же импульс? В какой же импульс частица передала дел? Суммарный импульс? Переданный импульс в итоге равен mV' В какой-то просто равняется 0. То есть частица не передала телу вообще никакого импульса. Вот такая странная штука получается. И теперь, чтобы получить трехмерное тело, давайте мы его закрутим вокруг вертикальной ассимметрии. Закрутим вокруг вертикальной ассимметрии и у нас получится нечто, то что мы уже видели на картинке, получится нечто, что топологически является тором. На самом деле топологически это просто-напросто тором. Но в сечении это будет два треугольника. Понятно, да? То есть настоящий тор, классический, экономический, в сечении, вот если взять сечение, то получится два круга. А тут получится два треугольника. Но это не совсем тор, это топологический тор. И какое будет движение? Будем рассматривать поток частиц, которые вертикально падают вниз. Как они будут падать? Птица ударилась. Потом она будет двигаться в плоскость, в центральной плоскости, в плоскости, которая проходит через эту ассимметрию. Она пройдет через эту ассимметрию и отразится от нижней части поверхности и пойдет вниз. То есть действительно передний импульс будет равняться 0. Скорее мы должны говорить о том, что будет возникать сила растягивающая. Здесь у нас в результате всех остеугольников возникнет растягивающая сила, которая действует на эти поверхности в наружном направлении. Она будет их распирать. И то же самое будет совершенно по аналогичному соображению для вот этих график. Будет тоже возникать сила, которая будет действовать в этом направлении. Не будет никакой силы торможения. Вот это удивительно. На самом деле, видимо, вряд ли это может быть реализовано на практике, хотя как знаете. Практическая трудность может заключаться в том, что практически никогда абсолютно упруговое отражение в природе не встречается. Хоть чуть-чуть оно будет не совсем упругой. Поэтому будет такая сила торможения. Но может быть имеет смысл рассмотреть вот такие космические станции, которые имеют вид вот такой вот кольцевой вид. Продолжим вот с такой вот космической станции. Предположим, что наша станция отправилась в дальние галактические путешествия и через какое-то время она влетела в облако. Облако это такой слой, который может быть достаточно большой. И вот у нас влетает вот такая станция сила. Что у нас произойдет? В момент вылета она чуть-чуть затормозится, потому что будут иметь несколько ударов о верхней поверхности и не будет ударов о задней поверхности. Она чуть-чуть затормозится, но когда вылетит, она уже будет двигаться равномерно. А вот когда она будет вылетать, она наоборот слегка ускорится. И то количество инкульсов, которое она потеряла, она потом возместит. Почему? Потому что когда она будет вылетать, будут удары о задней поверхности и не будет ударов о передней поверхности. Ну, возможно, еще поучительно посмотреть, какие вмятины в облаке этот космический аппарат и станет. Я напоминаю, что, да, вот еще один момент нереалистичный, который заключается в том, что все частицы облака заморожены. То есть вообще нет никакого движения. Абсолютные говорят космические. Они все находятся при абсолютно ныне, не двигаются. Что тоже, конечно, мало вероятно. Может быть, кому интересно, можно это посмотреть дома. Вмятина в облаке будет иметь такой кольцевой вид. Это будет такое кольцо, кольцеобразное. Вот. То есть получится такая забавная штука, что вот здесь выемка будет в облаке, а здесь облаке так поправится в эту сторону. В чему это будет возникать? Потому что в системе отсчета, связанной с космическим аппаратом, движение сейчас будет вот такое. Значит, оно со скоростью v, потом под 60 градусов и потом скором. В системе отсчета, связанной с облаком, и это в системе отсчета, связанной с этим аппаратом. Но в системе отсчета, связанной с облаком, частица покоится. То есть начальная скорость равняется нулю. А приобретенная скорость будет направлена не так, а вверх. То есть мы должны добавить минус v. Когда мы к этому вверху добавили минус v, получили 0, скорость равняется нулю. К этому вверху добавили минус v, направленный вверх. Мы получим вот этот вверх. И в результате второго отражения частица потеряет движение и снова окажется покоящейся. То есть в результате удара каждая частица под углом 30 градусов будет перемещена в бок. И так для каждой частицы. Частицы, которые первоначально находились здесь, переместятся под углом 30 градусов в это направление. А которые находились здесь, переместятся сюда. Но то же самое произойдет для частиц, которые находятся вблизи границы облака. Они переместятся, которые слева была, переместятся вправо, а которые справа переместятся влево и вверх. Поэтому возникнут вот такие вздути. Спасибо. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...